Когда я слушала, как все представлялись, рассказывали, как они хотели поехать в Иран, или там читали, мечтали, ехали на языковую практику, я, наверное, единственный человек, который из присутствующих здесь в Иран попал случайно. Собиралась в Эмираты, а поехала в Иран. О том, куда я еду и вообще зачем, я не знала, потому что тогда у меня сорвался отпуск в Эмираты, и мне вот эти даты нужно было чем-то закрыть. И моя иранская подруга, на тот момент мы только начинали общаться, и я очень мало знала об Иране, сказала, что не надо так горько плакать, что отпуск у меня все равно будет, и отправила меня в Иран. Без предупреждения, так сказать, без объявления мне войны, она меня туда отправила на две недели. Она, конечно, дала мне некоторые инструкции, что мне нужно одевать, как себя вести, но я это восприняла несколько иначе, чем оказалось на самом деле нужно было. И в процессе этих двух недель уже, я так сказать, познавала Иран сама, без чьей-либо помощи, вникая в культуру, в общение с людьми и так далее, поэтому для меня это было, скажу честно, шок. Потому что, когда это неожиданно и не запланировано, попасть куда-то, куда ты, в общем-то, особо и не хотел, это было, конечно, удивительно. Но, скажу вам честно, после тех двух недель, вот этой неожиданности, я возвращаться не хотела. В аэропорту я плакала, как ребенок, мне не хотелось возвращаться. Я очень много в Иране делала еды на вынос, все знают, это можно купить и где-то покушать, очень вкусный. Я сидела, доедала вот эту еду, и у нас почему-то переносили все время рейс. Сказали на час, потом еще на час. И я сидела, доедала эту свою еду и думала, ну вообще отмените уже этот рейс, наверное, мне не надо возвращаться. И возвращалась я со слезами на глазах. И на тот момент я не представляла, что потом моя работа, она будет связана с Ираном. То есть до этого я работала в туризме, но моя работа с Ираном пересекалась только на секунду, когда мы заносили паспорта в посольство для паломников на хадж проставить иранские визы для наземников. Это все. И первое впечатление об Иране, оно у меня лично не самое сильное. Вот в последующие разы моего пребывания эмоции захлестывали. И я вам скажу так, что помимо того, что я очень люблю Иран, и это на данный момент мне как второй дом, я езжу туда часто, езжу с удовольствием, там у меня много друзей, большая семья, госпожа Садри, которая всегда меня замечательно принимает. Я хочу сказать так, что если сейчас отбросить то, что для меня Иран уже стал домом, вторым и любимым мной очень горячо и действительно искренне, ничего более подобного в плане ощущений от красоты страны, от достопримечательностей, от того, что увидели мои глаза, я не испытывала. Хотя мои родители дипломаты, мы очень много путешествовали по миру, и я действительно очень многое видела в разных странах. Но когда я приехала в Иран, я не знала, я думала, что фотоаппарат сломается, он просто не выдержит натиска, постоянно затвора, я отсняла как минимум 5000 фотографий за первый приезд, которые, кстати, до сих пор не могу как-то систематизировать и разобрать. И мне очень жаль, что камера не может передать даже на 50% той красоты, которая есть. И я действительно мечтаю сейчас уже, чтобы больше людей бывало в Иране, больше туристов, которые смогут потом делиться с людьми своими впечатлениями, потому что ни одна камера, ни один фотоаппарат не могут передать ни красоту страны, ни добродушие людей, ни вообще вот эту атмосферу. Скажу вам честно, я в Иран, когда езжу, я приезжаю оттуда очень спокойно. То есть у меня успокаиваются нервы, я понимаю, что я живу в режиме ноу-стресс, но все кончается по прилету в Москву. Поэтому я всем рекомендую, тем, кто никогда не был в Иране, тем, кто уже был один раз, рекомендую поехать второй, третий, десятый, сколько угодно. И что касаемо, вот для девушек, хочу сказать, кто боится или там боялся, что в Иране как-то могут с ними нехорошо поступить и так далее. Вы знаете, после Ирана мне страшно жить в Москве, мне страшно выходить вообще вечером на улицу. Это я вам честно хочу сказать, потому что в Иране, может быть, в силу культуры, воспитания, в силу, может быть, строгости законов, туристы абсолютно чувствуют себя в полной безопасности. Более того, иранцы очень отзывчивые люди. В блоге посла недавно был опубликован отзыв наших туристов у Литиных. Это туристы, которые поехали самостоятельно. Мы им бронировали только гостиницы. Все остальное программу они для себя организовывали сами. И так получилось, что люди, вопреки советам не брать машину в прокат, все-таки решили прокатиться сами. И у них случился, так сказать, некоторый инцидент с небольшой аварией. И вот люди как раз в своем отзыве, вы можете в блоге посла почитать, как реагировали люди, как они помогали справиться со всей сложившейся ситуацией. И несмотря на то, что этот инцидент немножко испортил им поездку, то есть отнял один-два дня, люди вернулись очень довольны и не испытали никаких проблем. Потому что иранцы очень оперативно среагировали, что туристам надо помочь. Ну, рассказывать я могу очень долго, поэтому не буду отвлекать. И я хочу сказать господину послу, и от меня лично, и от моих коллег, которые трудятся в нашем офисе, сказать вам огромное спасибо за поддержку, за то, что у наших туристов всегда все в порядке с визами, и за ваше отношение к нашей работе, и вообще за то, что вы есть, вы очень приятный, очень позитивный человек, хочется с вами общаться, и я рада, что вы заинтересовываете стольких людей в иранской культуре. Спасибо. Спасибо.